Ну чё, пальнём по фоногории с трёх стволов? Тайм-код в описании. Друзья мои, я приветствую вас на канале НДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ. Сегодня фокусов не будет. Тем более вы и так уже всё видели. Поэтому... У нас сегодня три фоногории. Все три пятёрки, фоногории 5 лет, анри 5 лет и фоногории винтаж 5 лет. Хожу по магазинам, смотрю, везде стоят и в чём разница, понять не могу. Эта бутылочка обошлась 750 рублей. Эта бутылочка обошлась 700 рублей. Эта бутылочка обошлась 619 рублей. Но в целом, они все стоят в среднем от 600 до 800 рублей. Как обычно, самое честное слепое сравнение. Я, как всегда, не буду знать, кто есть кто. У вас, соответственно, всё будет на экранах. Насколько я знаю, анри это более, так скажем, крутой релиз всегда был. Но недавно появился винтаж. Изначально я думал, что винтаж это замена простой фоногории. То есть будет вот так. Винтаж 5 лет и фоногории 5 лет. Но после того, как я, как обычно, их купил, получилось так, что анри пропал, а появился винтаж. Как я это понял? Залез к ним на сайт. В продаже? На сайте. На их сайте присутствует фоногория и анри. А на странице, где представлен весь ассортимент их товара, присутствует фоногория и винтаж. А анри уже нету. Прикинул к этому даты розлива и понял, что анри, я так понимаю, больше у них не будет. А вот эти вот проблемы с сайтом это... проблемы их айтишников, модераторов, там, осушников или кто у них за это отвечает. Получается так, что фоногория их простейший релиз сражается с винтажом. Их, я так понимаю, более премиальным релизом. Все это дело еще сравнивается с анри. Более премиальный релиз, который был раньше. У них есть еще линейка F-Style, но F-Style, если честно, я вообще ни разу в магазинах не встречал. Поэтому, как обычно, слепое сравнение, самое честное. Ну и начнем потихоньку. И что? Подать не первого. Ну что, представитель номер раз. Аромат. Угу. Такой, знаете, чуть ли не на грани с лакокрасочными какими-то вещами. Аромат какого-то муската. В перемешку то ли с виноградом, то ли уже с виноградным вином. Фоногории пять лет. Была у нас как-то в слепом сравнении между тремя российскими коньяками. Не очень хорошо себя там проявила, на мой взгляд. Но бутылка неплохая. В какой-то степени даже манит, но... Хотя таких бутылок на наших прилавковых довольно много. Пробка пластик. Все полусладкое, но... Бьет в нос именно какая-то вот такая... Вещица на грани с лакокрасочной продукцией. Вот еще бы чуть-чуть, я бы сказал, как будто банку краски открыл. Но так, в целом... И что-то такое, как это легкое, на отдалении, сжженное резин. Но прямо вот туда... Я бы нырять не советовал. Очень обжигает. Фоногории. Коньяк российский пятилетний. Из виноградов, сортов шардоне, олиготе, савиньон блан, рислинг. Происхождение винограды России. Год урожая 2016. Фоногорийские коньяки уникальны тем, что все операции... По производству проходят в одном месте. Наверное, на дельческом предприятии Фоногория. Специальные коньяки. Ну, наверное, вот неинтересно читать про то, что вот это... Все проходит на одном заводе, и бандарня у них своя, и все вот эти вот дела, ну... Все понятно, мы же не для этого собрались. Ну что ж, вкус, друзья мои... Вкус лучше, чем аромат. Есть сухое вино, есть цветочные мотивы. Хорошее согревание. В полость рта играет слегка кисловатыми нотками. Когда летит по гортане, становится более сладкий, и на послевкусие... Добавляются какие-то ореховые мотивы. Слятый коньячный, выдержанный не менее пяти лет, вода питьевая, умягченная, сахар белый. Краситель сахарный колер, простой, Е-150А. Дата розлива 19.05.2022 года. За аромат... Ну, больше... Двойки поставить не могу за вот эту вот такую явную лакокрасочность. Но вкус... Если мы берем за 5 баллов мой любимый Дербенский 5 звездочек, то вот это вот, ну, в принципе, на 4. На 4, да. Подать второго! Ну что, паренек номер 2. Аромат. Слегка повторяет представитель номер 1. Тоже есть бьющая спиртозность, но уже не такая лакированная. Более сладкий, меньше вот этих каких-то мускатов. Больше куда-то в какие-то цветочные направления. И вот он, новенький винтаж. Фанагория, коньяк, винтаж сделано в России. Бутылка точно такая же, как у обычной фанагории. То есть, я так понимаю, они решили... Отказаться от Анрии, прийти к единому стилю. Пробка точно такая же пластиковая. Мне кажется, их маркетологи ошиблись с выбором. Такого. Если это то же самое, что и Анрии... Не надо было делать с точно таким же видом, как у фанагории. Это у тех, кто еще более-менее что-то там разбирается, читает. Фанагория винтаж, фанагория просто 5 лет. Он еще что-то как-то там сообразил. Тот, кто далек. Вот он, допустим, попробовал фанагорию винтаж. И она ему не понравилась. И он увидит простую фанагорию. И брать ее не будет. Потому что он подумает, что это то же самое винтаж. Или наоборот. Есть какая-то кондитерка. Ну, кондитерка не конфетная. Выпечка сладкая. С сахарной пудрой, возможно, куда-то туда. Тоже очень сильно бьет в нос. Вот прям. Слизистую. Слегка обжигаем. Близко вот туда лучше не нырять. Но. Но. Не лак. Фанагория коньяк российский 5-летний. Фанагория винтаж. Наши коньяки уникальны тем, что все операции по производству на-на-на-на-на-на-на-на. Вот эти вот все дела. Кто где там. В одном месте. И бочка у нас свое. Все у нас свое. Ну что, вкус? Вкус чуть менее интенсивный. Более такое нежное. Более сливочное, я бы сказал. Даже есть какой-то привкус. Возможно, какого-то пломбира. На гордане. Обходится с полостью рта гораздо мягче, чем первый представитель. Состав. А в деселяты коньячные выдержаны не менее 5 лет. Вода питьевая умягченная. Сахар белый. Колер сахарный простой. Е-150А. Идентично, как и обычная пятилетняя фанагория. В чем разница? Есть легкий скачок такой. Поднимающийся спиртозности во время того, когда ты совершаешь глоток. Но что в полость рта, что потом на гортане все очень нежно и очень, скажем так, полнотело. Более мягкий, так скажем, вариант, чем первый. Что по аромату, хотя тоже достаточно сильно бьет. Что по вкусу? Более нежный, более какой-то сливочный. По сравнению с первым понравился. Не совсем тот профиль, который я люблю, но... Неплохо, неплохо. Подать мне третьего. И не отходя от кассы, аромат. Вот этот в нос не бьет. Достаточно нежно обращается со слизистой носа. Сливочные конфеты на каком-то... Дубовом столе. На полке на него смотришь, ну... Не радует взгляд. Что форма бутылки, которых миллиарды встречаются на... Наших прилавках. Что оформление, ну тоже хоть... Невзрачное такое, не поймешь. Никуда, не сюда. Но, когда берешь его в руки... Это как братское рукопожатие. Прям так лежит в руке, что... Ты его вот так вот берешь... Добрый вечер, братец. В остальном... ВСОП, Винтаж Коллекшн... Премиум Куалити, 5 звезд. Когда стоять на полке, непримечательно. Когда берешь в руку, прям хорошо. Пробка пластиковая. С одной стороны, не аутентично. С другой стороны... Не рассыпется и не рассохнется. Вот прям вот эти вот и риски молочные. И вот эта вот корица. С одной стороны, очень нежно. С другой стороны, достаточно пикантно. И не сшибает, как первые два представителя. Первый так вообще лаком маленько сшибал. Второй сшибал, но уже более благородный. Вот этот вот практически не сшибает. И аромат у него более такой, знаете... Не сказать, что многогранный. Есть отчетливо только две грани. Это корица. И это нежная сливочная ириска. Какой-то баланс. Ну, интересно. Российский коньяк пятилетний Анри. Анри. Коньяк имеет насыщенный яркий цвет с золотистыми оттенками. В букете... Яркие тона древесины, дуба, сухофруктов, пряностей. Оттенки ванили и грецкого ореха. Вкус мягкий, экстрактивный, с нотками кураги. Длительным согревающим послевкусием. Изготовитель гарантирует точное соблюдение всех традиционных технологий. Производство коньяка. А также тщательный контроль качества винограда, дистиллятов и всего процесса выдержки. Ну и, господа, вкус? Мягко. Абсолютно не спиртуозно. Нету вот этого вот... Скачка спиртуозности даже во время проглатывания? Нету особо сливочности вроде бы. Но, тем не менее, все куда-то... Фрукты, виноград в эту степь. На послевкусие отдает вот эта вот деревяшка, корица. Присутствует некая пикантность. Состав. Дистилляты конечные, выдержанные не менее пяти лет. Вода питьевая, умягченная. Сахар, краситель, сахарный колер. Один простой. Е-150А. Дата розлива 17.03.2020 ГОЭС. Ну, третий пять баллов. Действительно, пять баллов. Очень хорошо. Не обжигает. Не обдает спиртом. В то же время, сладкий, цветочный, непередубленный. Отдам все предпочтение третьему представителю. Да. Если выставлять рейтинг, то первое место представитель номер три. Второе место представитель номер два. Ну и, соответственно, третье место представитель номер один. Представитель номер один такой у себя на самом деле. Давайте узнаем, кто есть кто. Вы-то уже знаете, а для меня до сих пор интрига. Вскрываемся. Первый это был простой пятилетний фанагория. В прошлый раз он меня не сильно порадовал, да и сейчас не очень. Точнее, вообще не порадовал. Второй это современный винтаж, я так понимаю. Третий это Анри. Анри, мое почтение. Вот Анри я готов брать. Но, я так понимаю, его больше не будет, производить компания фанагория. Возможно, возможно. Когда-нибудь винтаж тоже с вами таким. Но, пока имеем то, что имеем. А идете, Анри? Берите. Винтаж? Куда ни шло. Кому-то точно понравится. Фанагория номер пять. Не советую.